всем здоровья сегодня у нас 17 января я буду сертифицировать абрикос обыкновенный вот или жердель косточки пришли мне из саратовской области спасибо семье харитоновых за такие крупные большие семечки их тут примерно штук 20 полтора суток я их замачивал и теперь нужно их поместить во влажную среду типа песок или перлит но я решил песок мой песочек закончился который я сам собирал пришлось купить два пакетика вот но он недорогой 12 рублей килограмм пакетик он сразу же там влажный кстати ну я еще увлажну наверное вот беру такую банку здесь наклеечку сделал и туда наши косточки сейчас просто опущу на три месяца уберу в холодильник пусть они там буду посматривать проветривать плотно крышкой накрывать закручивать я не буду посмотрите как они там не видно да присыплю еще немножко песочком но не сильно чтобы поступал им туда воздух и в то же время чтобы они постоянно были влажные ну вот так как то получилось плотно закрывать не буду просто прикрою и поставлю в холодильник на три месяца если что-то случится раньше то есть три месяца это где-то получается середина апреля ну я вам обязательно все покажу до встречи весной пока пока случилось все действительно немного пораньше сегодня 17 марта то есть прошло ровно два месяца а что случилось но вот видите один во первых одна косточка проросла прямо вот с корешком а и еще девять штучек они треснули не знаю видно или не видно но и так лежат что вы поверьте мне они вот все треснули но все вот эти остальные оставил я в банке вот видите не треснутые я посчитал что пора их посеять приготовила специально такой контейнер посадочный из коробки из посаженца полиэтиленового пакета ну и скотча как бы сказал мой друг фермер лёха из мусора и палок но он правда говорит еще похлеще так я думаю их надо на ребро поставить поставим косточки на ребро хотя конечно я думаю что без разницы в природных условиях они лежат скорее всего ну но на боку не знаю как их тут распределить получше по правильней не думаю что все зайдут ну в общем вот как то так грунт у меня обычный покупной универсальный здесь сейчас покажу да хотя ладно грунт не видели грунт обычный сейчас присыплю все это еще небольшим слоем вообще даже присыпать не буду нисколько сравняю просто не люблю я засыпать косточки потому что когда туда попадает влага там потом начинается гнить ну сам орешек начинает гнить и в общем это не очень хорошо вот так чтобы его было видно присыплю при вас это сейчас все делать не буду как я это буду делать я вам показал ну как корень я естественно тоже присыплю корень сейчас вот так увлажню из полилизатора давайте корень присыплю еще бы неплохо конечно замульчировать все это дело но сейчас в середине марта негде взять не мульчи никакой хотя можно пойти в парк нас и насобирать каких-нибудь листьев на многих деревьях листья еще есть запущу еще сюда червяка дождевого живут у меня черви для таких случаев очень как говорит анатолий орлов посадочный ящик это должен быть некий такой живой организм и тогда все в нем будет расти хорошо в общем то я с ним в этом согласен когда это просто какая-то мертвая земля голая и там посажено семя но чувствует себя неуютно а когда сверху снизу везде разные микроорганизмы и макроорганизмы то ему гораздо веселей ну вот и все и теперь будем уже ждать когда наши абрикосы и обыкновенные жердели или еще назовите как разные есть названия зайдут ну я обязательно я вам покажу и весь процесс произрастания буду показывать поэтому не прощаюсь до встречи кстати с праздником с днем весеннего равноденствия сегодня еще новолуние двойной праздник так что вообще все должно быть прекрасно поздравляю до встречи вот видите запустил парочку червяков один какой-то вялый один зато вон какой живой но вдвоем будет веселей прошло шесть дней наши абрикосики стали сходить вот смотрите один поднял орешек с краю дальше вот в центре самый большой пока и вот там дальше тоже надеюсь видите еще один ну и вот здесь тоже есть то есть потихоньку начали они прорастать все ждем наблюдаем растим абрикосики дальше до встречи сегодня 29 марта абрикосы наши жердели уже вот вымахали опять зачем-то тут у нас их получается 5 штучек ну мало света они растут тянутся не очень хорошо надеюсь надеюсь сейчас уже почти 11 часов световой день все будет хорошо растем дальше не прощаюсь пока пока сегодня 2 апреля проверил оставшиеся 10 косточек которые были в банке и вот видите что что вы видите два проросли опять очень так скажем сильно длинные корешки пустили подготовил аналогичный контейнер такой же как для тех вот у этого смотрите маленький корешок вот у этого тоже маленький корешок так ну а у этих что-то ничего не видать не знаю можно их тоже посеять конечно в грунт но я думаю что я положу их обратно в банку пусть они еще там полежат посмотрим хотя тут вроде место у меня еще есть контейнере самодельном но но она мне еще понадобится сегодня там еще кое-какие семена просли так сейчас я присыплю грунтом и увлажню сейчас я подождите покажу какой грунт и прочее так ну вот я подготовил грушку обычно универсальный сделал наклеечку здесь вот границу нарисовал красным красная охраняемая граница и тихонечко присыплю не сильно не знаю в некоторых источниках пишут что чуть ли не на пять сантиметров там надо присыпать не верю я в это некоторые правильно говорят что присыпать сильно не нужно потому что потом загнивает плод и от него начнет гнить все растения ну и конечно если мы предположим как это происходит в естественных условиях такие плоды у нас распространяются в дикой природе с помощью ну не птиц конечно с помощью кабанов каких-нибудь и других кто у нас любит сладкие плоды в общем они съедают у них косточки проходят через пищеварительный тракт обрабатывается там еще дополнительно желудочной кислотой потом выходят наружу на почву и ну и на какую они там глубину кто их там на пять сантиметров то закапывает никто их не закапывает как лежали так и лежали можно даже поверхностно сеять в качестве эксперимента но это уже как-нибудь в другой раз что-то я много по-моему насыпал ну да ладно сейчас коротенько увлажню и ну и поставлю уберу уже теперь на окно в теплое место давайте я вам сейчас знаете что покажу еще как растут у меня те две жигдели из первой партии я конечно уже их показывал вам недавно вот еще прошло несколько дней вот смотрите какие они огромные их тут у меня пять штук из девяти получается четыре не взошли ну наверное уже и не взойдут а да мне надо еще будет туда найти червяка какого-нибудь пошустрее и в этот контейнер еще его поместить ну что ж будем ждать я думаю скоро увидимся не прощаюсь до встречи пока пока прошла почти недели сегодня 8 апреля вновь посажены абрикосики вот три видите взошло один уже высокий а один четвертый почему-то не прорастает ну и давайте заодно посмотрим те наши ранее посажены пять штучек они они потихонечку растут хорошо что они сильно в рост не идут это замечательно не надо чтобы они тянулись ну что ж смотрим наблюдаем за нашими жерделями дальше не прощаюсь пока пока сегодня 16 апреля проверил я оставшиеся шесть косточек и что мы имеем бабам одна еще проросла ну сейчас мы ее посадим эти еще пять штук но они с ними ничего не произошло выбрасывать я их не стану ну сюда же тоже прикопаю сейчас вдруг да вырастут ну они вообще не треснутые ну ничего с ними не произошло но это может быть просто задержались в качестве как бы эксперимента нам тоже важно знать вырастут они или нет так так ну и все здесь теперь в этой банки у нас пусто ну пока я сейчас прикапываю там внизу там внизу у меня обычная земля из леса здесь покупная типа торф давайте вспомним что у нас было у нас было 20 косточек 17 по моему января они были заложены во влажный песок прохладное место через два месяца 10 штучек треснуло одна из них прямо корешок полез а 9 треснуло я их помните посадил в грунт из них сейчас растет пять штучек пять таких сеянцев хорошеньких растет все в порядке развиваются ну я показывать их сейчас не буду я недавно их показывал потом еще через полмесяца какое там было число не помню в начале апреля то есть через два с половиной месяца после закладки 2 по моему апреля на стратификацию проклюнулось еще 4 4 косточки я их посадил из них сейчас растет 3 я их тоже пару дней назад снимал вам показывал тоже хорошо растут и вот оставшиеся 6 еще одна как бы проклюнулась сейчас я ее усаживаю и того мы имеем что из 20 у нас проклюнулись 15 за 3 месяца в общей сложности результат очень хороший то есть то есть то есть мы понимаем что стратификация продолжительность стратификации у нас для обычного дикого абрикоса жерделя типа у которой прислали мне и саратову 2-3 месяца при этом схожесть получилось у нас 75% прекрасный показатель ну единственное то что ну не схожесть даже скажем а проклюнулись семена зашло чуть-чуть поменьше то есть на данный момент если из этого взойдет одна то получим 10 сеянцев из 20 косточек то есть 50% ну что тоже на мой взгляд в общем то очень очень хорошо давайте на этом я первую часть видео закончу как дальше будут расти эти сеянцы я уже буду снимать в следующих видео возможно я их летом сколько останется в живых высажу уже в грунт скорее всего все что останется живое надеюсь побольше посажу летом не весной а летом где-нибудь в июне в грунт сооружу для них какую-нибудь школку на доращивание зиму не буду оставлять они высокие они большие надеюсь им на природе будет гораздо лучше там они лучше будут развиваться что ж значит я с вами не прощаюсь увидимся в следующей части наших видео всем всего доброго до встречи пока 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 я